Настало время, друзья, связаться с нашими коллегами из Керчи. Наш корреспондент Дарья Зимина расскажет нам о том, что же там происходит в музеях, в период самоизоляции, какие работы, а также мы узнаем, как пройдет фестиваль «Боспорские огоны» в этом году. Доброе утро! Доброе утро! Здравствуйте, коллеги! Я рада приветствовать вас этим прекрасным солнечным утром. Сегодня в Керчи замечательная теплая погода. Мы находимся у самого моря. Здесь как никогда и как нигде чувствуется скорое приближение лета. И, конечно, в такой погожий денек хочется прогуляться по городу, осмотреть достопримечательности. Но, к сожалению, сейчас этого сделать нельзя из-за режима самоизоляции, который продолжает действовать у нас в Крыму. Однако в этом удовольствии отказывать себе не стоит. Поучаствовать в такой экскурсии можно посредством интернет-площадок. Как именно это можно сделать, мы сегодня поговорим с заместителем директора Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Натальей Ибековской. Наталья Владимировна, доброе утро! Доброе утро! Я рада приветствовать и вас, и всех зрителей канала. Расскажите, пожалуйста, я знаю, что музей один из первых перешел на работу в формате интернет-площадок. Какие достопримечательности сегодня крымчане могут посмотреть онлайн, не выходя из дома? Мы предлагаем самый разнообразный контент. Вы набираете в поисковой строке Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник, и перед вами вся Керчь с ее памятниками. Это и наши памятники, которые располагаются в предместиях города Керчи. Это те, которые находятся на территории Керченского полуострова. И, конечно, мы приглашаем в наши экспозиции. Уже на нашем сайте выложено несколько виртуальных открытий, выставок, которые были запланированы и которые открылись. Некоторые из них посвящены 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, мы предоставляем редчайшую возможность крупным планом рассмотреть целую серию экспонатов из наших фондовых коллекций. То, что вы можете увидеть только лишь через стекло в музейных экспозициях. А теперь ими можно насладиться крупным планом, их можно приблизить. Я думаю, что этой возможностью воспользуются многие. И должна сказать, что и в социальных сетях, где мы тоже присутствуем во всех основных, число наших посетителей возросло неимоверно. Поэтому тем, кто еще не с нами, мы предлагаем с нами подружиться в онлайн-формате. Близится юбилей Великой Победы, 9 мая. Расскажите, какие мероприятия планируются к этому дню у нас в Керчи? Во-первых, на нашем сайте мы запустили проект, в котором предоставляем вниманию наших зрителей фотографии из фондовых коллекций, на которых запечатлены ветераны и воины, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Это замечательный проект, он очень трогательный, потому что мы собрали редчайшие фотографии, которые не всегда можно тоже увидеть в экспозициях. Кроме того, открыт целый ряд выставок. Мы предполагаем еще открытие нескольких выставок в онлайн-формате. Поэтому все, что можно, мы делаем. И в этот день, радостный, торжественный день, сердцем мы будем с нашими ветеранами. И предлагаем к этой акции присоединиться и всем зрителям. Что могут сделать кричане в этом случае, чтобы присоединиться к акции? Ну, им нужно зайти, как это обычно делается, зарегистрироваться. И, пожалуйста, они с нами. Замечательно. Фестиваль «Боспорские огоны» тоже вынужденно перенесли из-за ситуации с коронавирусом. Расскажите, пожалуйста, как будет поддерживаться это традиционное мероприятие? Может быть, будут в другом формате уже представлены вебинары и так далее? Время, конечно, диктует свои условия, и мы их принимаем. Это возможность попробовать и нам себя в новом качестве, потому что за цифровыми технологиями мы же сами понимаем будущее. Конечно, не все странички фестиваля могут быть реализованы в онлайн-формате, но то, что можно, мы сделаем. Прежде всего, состоится литературная страница и литературный конкурс. Будет опубликован сборник географии наших участников от Буэнос-Айреса, Атланты в Соединенных Штатах до ближнего зарубежья и, конечно, Москва, Санкт-Петербург и другие регионы Российской Федерации. И, конечно, Керчь. Наталья Владимировна, спасибо вам большое за эту прекрасную, интересную беседу. Коллеги, я напоминаю, что жизнь культурная продолжается, поэтому пускай все жители заходят на сайт Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника и просвещаются. На этом у меня все. Я желаю вам хорошего настроения. Не болейте, будьте здоровы. Спасибо, Даша. Большое спасибо, хорошего дня. Друзья, напоминаю, с нами на связи была коллега-корреспондент из Керчи Дарья Зимина.